Об отзывчивости и щедрости северян уже давно ходят легенды. Этими пользуются телефонные и интернет-мошенники. Только за последние полгода на их удочку попались 46 жителей округа. На уловки аферистов попадаются и стар, и млад. Неважен здесь и социальный статус. Доверчивыми и наивными оказываются и студенты, и пенсионеры, и рабочие представители власти. 14 июля в окружную полицию обратился мужчина. Он перевел мошенникам 149 тысяч рублей. Для Наринмара подобные случаи, как гром среди ясного неба. Ведь в регионе постоянно ведется профилактическая работа. О телефонных и интернет-мошенниках в режиме нон-стоп говорят и федеральные СМИ. Но несмотря на все предупреждения и очевидные уловки, жители округа только за последние полгода совершенно добровольно отдали мошенникам 871 тысячу 100 рублей. Эти деньги ушли безвозвратно. Вернуть их владельцу невозможно, говорят сотрудники полиции. Об этом говорит и статистика прошлого года. Из 83 дел о телефонном и интернет-мошенничествах раскрыты не более пяти. Сложности кроются в специфике разбирательства. Ведь в 100% случаев преступления против жителей округа совершаются жителями других субъектов или гражданами других государств. Зачастую аферисты находятся в местах лишения свободы, а деньги уводятся в офшоры. Самые популярные и действенные уловки мошенников – это банальные СМС-сообщения с текстами вроде «Мама», «Положение денег на телефон», «Я попал в беду» или «Просьба перевести деньги на карточку». Большое количество жертв попадаются на звонки, где якобы сотрудник службы безопасности банка говорит вам о том, что ваша карта заблокирована. И чтобы этого избежать, вам необходимо подойти к банкомату и проделать ряд нехитрых действий. Огромное количество денежных средств люди теряют в интернете, гонимое желанием снять квартиру или купить дорогостоящую технику подешевле. Все чаще происходят случаи мошенничества в интернет-магазинах. Оплачивая покупки, вы рискуете остаться и без покупок, и без денег. Для того, чтобы мы оберегали себя, надо использовать определенные минимальные требования. Никому ничего не говорить, никому нигде не верить, никакие дешевые сыры не покупать в интернете, не светить свои персональные данные, паспортные данные, не скриншотить, не отправлять неизвестно кому. Прежде чем отправить кому-то денежные средства, подвергните сомнению, достоверность полученной информации. Если это возможно, перезвоните родственникам, друзьям или в банк. Не совершайте покупки на сомнительных сайтах, читайте отзывы. Не гонитесь за призрачной выгодой, предупреждают сотрудники полиции. Это залог личной безопасности, а главное – сохранности ваших денежных средств.